В Вишкороле прошло первенство Республики Морел по летнему биатлону со стрельбой из пневматической винтовки. Участие в соревнованиях приняли и наши соседи, команды из Республики Татарстан. Чем летний биатлон отличается от зимнего? Расскажем далее. Биатлон в жизни Анны пришел еще в детстве. Тогда второклассница и представить не могла, что будет отдавать этому виду спорта почти все свое время. Правда, на путь будущего профессионала она встала уже в старшей школе. И на протяжении шести следующих лет изо дня в день совершенствует свое мастерство. Сложности с моральной подготовкой к себе, к старту. Потому что все-таки очень много зависит от стрельбы в биатлоне. И если все-таки у тебя есть внутренний мандраж и тебе страшно, то это очень сильно влияет на стрельбу, из-за чего может ухудшиться результат. Мне действительно нравится заниматься этим видом спорта, потому что на самом деле это довольно-таки азартный вид спорта. До конца не знаешь, какое место ты займешь. Вот сегодня на соревнованиях постараюсь выужиться на максимум, показать хороший результат, хорошее время. Постараюсь, конечно, занять первое место. Соперниками Анны стали ребята из Татарстана. Команда из девяти человек. Спортсмены встречаются не первый раз. Их уже сводили всероссийские соревнования. Несмотря на скромный состав, ребята смогли показать высокий уровень и отличились почти в каждой возрастной категории. Условия здесь неплохие. Замечательная трасса, хорошее стрельбище с судейским корпусом подготовлено. Конечно, участвуем мы в соревнованиях по биатлону из пневматической винтовки. Нам это как бы удобно. Хотя этот возраст, пятый-восьмой, это уже мелкокалиберное оружие. Но так как проблемно участвовать в соревнованиях такого рода, мы и приняли приглашение пострелять из пневматики. Любой выезд – это стресс, это, скажем так, очень хорошая тренировка. Поэтому вот мы и сегодня здесь. Всего на первенство Мариэл по летнему биатлону приехали около 30 спортсменов. Это юноши и девушки с 11 до 18 лет. Вообще, летний биатлон мало чем отличается от более известного и популярного зимнего. Вместо снега – осенняя кроссовая трасса. На сегодняшнем мероприятии у нас присутствуют такие, скажем, как наши соседи – это республика Татарстан, Маркинский район, Звениговский район. Это у нас два тренера, которые работают. Это поселок Красногорск из Звенигова. Также, скажем, спортсмены, которые будут участвовать на соревнованиях. Они будут пробегать дистанцию 4 километра с четырьмя огневыми рубежами. Возрастная группа 2005-2008 года рождения, они будут выполнять дистанцию 4 километра с четырьмя огневыми рубежами, где, скажем, за промах на огневом рубеже в этой возрастной группе будет штраф 45 секунд. Анна пришла второй, но на протяжении всей гонки у нее было всего одно штрафное очко. В то время как остальные совершили не менее четырех промахов, что и привело ее к золотой медали. Как призналась спортсменка, концентрация, дисциплинированность и настрой – главный рецепт победы. Прекрасно справилась с заданием. Как это? Так хорошо стреляй, все равно руки трясутся, все эти колотицы. Да не знаю, это все приходит с опытом. Но я еще раз говорю, очень важно настроить себя прямо перед стартом. Не знаю, видели вы, не видели, но я прямо отходила в сторону и настраивала себя на то, что все будет хорошо, ты со всем справишься. Вот это самое главное. С победой тебя! Наши спортсмены показали высокий уровень и завоевали первые места сразу в нескольких категориях. Это 2005, 2009 и 2011 год рождения. В остальных возрастных категориях юноши и девушки уступили ребятам из Татарстана, но поднялись на пьедестал почета в качестве серебряных и бронзовых призеров.